Бутер-брута На водоеме, сейчас же тепло пойдет Дети куда пойдут? На водоемы Конечно, рыбу ловить Надо, если рыбу ловить, хорошо А если купаться? А если купаться без присмотра взрослых? Надо детей обучать, как говорится, с молодых ногтей Вот этим основам безопасности И вот Все это дело у нас Сегодня в эфире будет присутствовать Сейчас мы зададим вам вопрос, который будет касаться Города Минска, кто на него правильно ответит Первым, получит от нас Телефонный звонок И через несколько минут мы сначала посмотрим Кто же правильно ответил И тому человеку мы зададим вопрос Который так или иначе связан с детской безопасностью Там будет три варианта ответов Вам нужно будет выбрать правильный Но вначале вопрос Вопрос касается, конечно, места, где дети любят Бывать вместе со взрослыми Сахарной ватой покушать Покататься на аттракционах Это парк Горького Сейчас, конечно, парк Горького Это не то, что раньше Когда его открывали в 1805 году Это было просто такое, знаете ли, место отдыха Была площадь его 18 гектаров Были просто аллеи, клумбы, искусственный канал Александровский сквер Погулять можно было тогда в этом парке Но к концу 19 века в парке, во-первых, появился первый стадион То есть можно было там какими-то легкоатлетическими упражнениями заниматься Появился там даже велотрек Можно было кататься на велосипеде на скорость Площадка для Кегельбана появилась А также было поле для вот одной игры И какой игры, это мы у вас спрашиваем На 9.2.4.0 нужно присылать свои ответы Ну, понятно, что игр может быть много на поле проводиться Поэтому мы подсказку дадим Ну, поскольку мы сегодня с детьми работаем, так скажем То можете у своих детей поинтересоваться Если они читали «Алису в стране чудес» То вот этой игре посвящена целая восьмая глава В этой сказке Льюиса Кэрролла Так вот, какой же игре посвящена глава в сказке «Алиса в стране чудес» и для какой игры было построено поле Вот в будущем парке Горького Ну, сейчас парк Горького тогда Назывался совсем по-другому Кстати, не ошибитесь, потому что есть еще одна игра С похожим названием Там все дело в одной букве буквально Всего в одну букву Одну букву если поменять, тогда ответ будет неправильный А мы ждем правильные ответы на 9-2-4-0 Пишите На кону у нас подарки от МЧС И подарки хорошие Там же кружка, ручка и сумка То есть можно забрать подарки и сразу их сложить куда-то Пойти по своим делам Задавали мы вопрос совсем недавно И вот наш слушатель Евгений Евгений ответил первым Евгений, доброе утро Доброе утро Евгений, давайте я еще раз вопрос повторю Может быть для тех, кто не слышал А вы так сразу как знатоки Знаете, что где когда правильный ответ надете Хорошо Так вот парк Горького В конце 19-го века Много там чего стали строить Потому что до этого были просто аллеи такие Для прогулок А так Скукотища Скукотища А теперь уже не скукотища Там появился и первый стадион с велотреком И площадки для Кигельбана И даже поле для одной игры Вот подсказку мы давали Что эта игра описывалась В восьмой главе сказки Льюиса Кэрролла Алиса в стране чудес Так вот, Евгений, что что за игра была? Это была крокет игра такая Правильно, крокет действительно Потому что многие прислали еще вариант крикет Но это абсолютно другая игра Можно перепутать Крокет с там этими молоточками Вороться такие нужно мяч загонять А крикет там совсем другая игра Поактивнее гораздо Евгений, а вы в крокет играли когда-нибудь? Нет, не доводилось А в крикет? Тоже не доводилось А как вы так быстро угадали? Среагировали на Алису? Да Ну, это приятно У вас дети есть, Евгений? Нет Нет, но вы вот сейчас можете попрактиковаться То есть, если когда появятся То уже будете подготовлены И в детской безопасности будете просто как рыба в воде Кстати, заканчивая Тему крикетов и крокета Разные ударения еще А, крикет Крикет Да, крикет Ну вот видите как На слух, конечно, уже теперь по-разному звучит Так вот, Евгений Вопрос у нас сейчас будет о детской безопасности Потому что акция проходит Не оставляйте детей одних К Международному дню семьи И Дню защиты детей Я вам сейчас вот один вопросик И три варианта ответов Вы выберете правильно Хорошо? Так вот, какие меры нужно предпринимать в ванной Чтобы ребенок не подскользнулся И я вам три варианта Вариант первый До 14 лет ребенку разрешается пользоваться только душем Второй вариант Использовать в ванной нужно противоскользящий коврик И третий вариант Применять купание без воды Ага Как вы думаете, что больше подходит к этому всему? Ну, я думаю, что если принимать только душ Тоже можно подскользнуться Так А если купание без воды? И то это... Песком Песком Обтирание песком, да? Да Поэтому, наверное, противоскользящий коврик Абсолютно верно Действительно, противоскользящий коврик Нужно использовать в ванной Для того, ну, когда ребенок купается Да и, в принципе, не только детям Мне кажется, что и взрослым Этот противоскользящий коврик Не повредит никоим образом Евгений, мы вас поздравляем Вам достаются сувенирные подарки от МЧС Кружка, ручка и сумка Оставайтесь на линии Расскажу, как все это дело забрать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!